О нет! Вот это хуже всего. Вот это хуже всего. Ты всё равно всё забанишь и не разрешишь. Не разрешишь его уже. Мы идём есть. А мы решили куда идём? На пирс 29. Реально? Только не в блины. Я хочу прям есть. Прям есть хочу. Может, мы видим листа? Какой? Он только переодел куртку. Вот только и город такой. Чё ты сел назад? А чё? Ну, как-то не поправил. Играешь. Водитель ещё не приехал и написал, типа, I have arrived. А что означает, типа, я уже приехал? Я ему написал, нет. Мы опять на пирсе 39. Видите, вон мальчики пошли... Вот, мальчики пошли бронировать нам стол. Уже третий раз я здесь. Что-то я зачистила. Ну, я схожу. Давай. Раму купил шоколадки. Я купил три шоколадки. Каждому по одной. Это тёмный шоколад. Это молочный шоколад. И это очень тёмный шоколад. Я молочный забираю. Хорошо, конечно. Вроде очень хороший друг. Это он только на камеру так говорит. А на самом деле он с нами не поделится. Конечно, нет. Потому что сами себе можете пойти и купить. Ага, шоколад за 6 баксов ещё я не покупала. Здесь прикол от экскурсии. Ну, и чтобы как-то оправдать 95 долларов стоимость, это то, что вот эта вот резиновая лодка, она перепульнётся, и нужно будет немножко поплавать там между морских котиков. Ром заказал себе тунец по классике. Потому что здесь готовят... В этом месте самый вкусный тунец в городе Сан-Франциско. Я пробовал тунец во многих рыбных ресторанах здесь. И именно в этом его готовят реально лучше всего. А ещё здесь прекрасный вид на бир 39 и на морских. Котиков. Что-то я не вижу морских. На которых всегда собираются... Они там немножко так же. Все туристы туда приходят на них смотреть. Виталик, расскажи, что ты заказал. Как называется? Вроде бы это окунь. Окунь? Окунь. Окунь. Нет, не окунь. Это же вот эта вот штука, которая плавает такая плоская. Нет? Принесли еду. Это тунец у Ромы. И там что-то такое... Не плохо было бы какой-нибудь соус, конечно, иметь? Эй, поставь! Мне нравится его соус. И моё блюдо. Мне кажется, у меня больше всех как будто бы нет. Хе-хе-хе-хе. Короче, будем сейчас есть. Приятного аппетита. Тут венцо у нас такое. Мы наели на 125 баксов. Кроме ещё оставляют чаевые. Сколько ты хочешь оставить? Стандарт 18%. Стандарт на 18%? Это 19,81? Да. Это 19,81. Виталик, тебе понравилось? У Виталика была острая еда. Была очень острая рыба, но она мне понравилась. Да, картошечка была вкусная, десерта у божественной. Да, десерт был вкусный, мы его на траве растили. Печка, шоколаду и мороженки в таких зернах. Ну да, он был десерт. Всё, что от него осталось. Мы поели. Ждём Uber. Виталий. Вот это десерт. Виталий. 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 Кто-то, кто хотят в категорию взрослых. Виталий. Я только что поняла, что все наши мои... Ир, всякая очередь, выносить мусор. Все влоги, которые я снимаю с ребятами. Хоть мне в лицо тыкать, а? Ну что ты в лоб снимаешь? Только про то, как мы ходим в еди. Ир, ну сегодня не моя очередь. Давай, я буду снимать. Подписчикам Ирины я расскажу что-нибудь другое. Сегодня она отправляла... Про это можно рассказывать или нет? Можно, но только давай, не будем конкретно иметь. Сегодня ей нужно было совершить финансовую операцию. А ты их не в туалетный вызвал. Собственно, отправить деньги по Western Union. И она пришла и стала в очередь к русской женщине. Про, если ты будешь что-то сказать, то полчаса будут только о том, как я в Western Union зауправляла деньги. В общем... Нормально. Когда она пришла, то русская женщина ей сказала... Где у меня деньги? Да. Виталик каждый вечер нам говорит... Ребят... Пойдемте в ресторан. Ребят, пойдемте в ресторан. Мы говорим, ну давайте закажем... Давайте закажем пиццу. Он говорит, нет, я ем только пустырицы. Я подержу дверь, чтобы это не пачкало лишний раз. Ну как, пахнет. Офигенно. Я живу с мужиками. А что, сегодня твоя очередь была выносить. Вообще... Короче... Что нам мусор-то с таким видом недовольным выносит? Как будто это мы на мусоргли, да? На следующий месяц у меня только 300 баксов. И никакие рестораны не хожу. Точнее я хожу, но заказываю вообще минимум. На минималках. Этот месяц на минималках. Ирина будет сниматься у меня на канале. А в обмен на это я буду сниматься у нее на канале. Это наша такая коммерческая договоренность. Вот, как-то так. В Америке есть Safeway. Это самый популярный, по сути, магазин среди американцев. И я... Ребята, собирайте купоны, потом можно получить взамен их пенал. Я вообще никогда... Что ты проспойлерил? Мне всегда... Мне когда говорят, как бы, вот вам... Молодой человек, вам... Вы купоны собираете? Я говорю, нет, нет, спасибо. Вот. А Ирина собирала два месяца эти купоны. Она каждый раз... Короче, он в раз. Она спросила их. Ребята, может, купоны есть? Вот, ну и соответственно... Рум, да хватит перебивать меня. Короче, я один раз стояла на кассе. Там один пожилой человек долго держал очередь, потому что он по купонам, он какие-то купоны вырезал в журнале. И он там пробивал скидки. Это было реально долго. И он извинился миллион раз передо мной. И в итоге дал купоны на Монополию. Хотя я их не... Я от десятикратно извиняюсь. Да, примерно так и было. Хотя я не собираю эти купоны. Но это типа, ну окей. Ну и в общем, я выиграла пенал для ручек. Там вот это все. Прямо рядом с FM. Можно вот прям туда зайти, да? Коппи, yes. Там кто типа загадочный такой. Смотришь, да? Режим ожидания. Видите, какой волк? Волк. Мы в таком вот заведении и ресторане заказали шаверму. С Ромой напополам, потому что я экономлю, а Ром не хочет есть. И у Виталика. У тебя же то же самое, да, наверное? Я ловим по чикен. У нас тоже. Отлично. Вот. И водичку попиваем. Вот это вот был. Ром не съел свою шавуху и забрал ее с собой. Да, по-любому в кубешник. Молодежь. Все, мы пришли домой и мы идем смотреть фильм. Ну ладно, пошли. Я типа поломался. Все, мы дома. Ребята, попрещайтесь. Пошли. До новых видео. Ты мой гороженький. Петик ты мой. Петик ты мой гороженький. Петик ты мой гороженький.